Вы можете себе пока сыщиков выбрать, на самом деле. Так. Сейчас я скил маленько уменьшу. Какая-то карта, не карта. Где сектора? Где все? Так, сыщики у нас традиционно с мешочками, да? Да. Берешь сыщика и берешь его мешок. Ух, какой шляп. Мешочки, стартовая колода. На карточке написано, что должно быть. Там, как правило, три какие-то уникальные карты. То есть две у тебя есть, и одну там нужно будет. Так, ладно, сейчас ново тыщика оставим Андрею. Так. Бутлегер. Класс. Понятно, все. Финн Эдвардс. Милленер. Имбовый какой-то класс, наверное. Мне, в принципе, без разницы. Значит, ты думаешь, что древнее зло можно купить деньгами, да? Теперь не думаю. Типа, ему не пофигу. Ну все, все, перестанешь же меня унижать, я понял. Я еще не начинал даже, что ты на священник. Да, священник, класс. А я официантку возьму. В прошлый раз так я не смог за нее поиграть. Хочу поколдовать. А она колдует разу? И она будет, да. Любые официантки колдует. Не знаю, что ли. Ну, смотри, что там есть я. И деньги отдаешь, и они приносят тебе откуда-то еду. Ну, откуда они ее взяли, сам подумай. Это же колдует 100 чистой воды. Ну, из кухни, я предполагаю. Какой-то ты магл. Ты вот такие вот... Я двор. Я не верю во всю эту херню, я верю в это хоррор. Выглядит как мод к Eldritch Horror. Ну, это же из одной линейки игры, но она отличается сильно. То есть Eldritch, это такая, короче, глобальное приключение. Вот это именно RPG с карточной механикой. То есть тут как в ДНД сценарии, вот которые мы будем проходить последовательно. И тут больше упор именно делается на истории просто. На персонажей, на их способности. То есть тут потом можно будет получать опыт, менять колоду своего персонажа. Ого. Круто прокачка, все дела. Ну вот, короче, вот у тебя базовая колода, 30 карт. Вот эти вот две карты замешиваешь свои. Вытягиваешь. Нет. Ну что, медведи? Здрасте. Новые вступительные стишки, отлично. Бонжарна. Бонжарна. Саня, ты мне солдата отложил? Да сейчас ты сам его выберешь. Мы тебе, блин, частного детектива отложили, а ты солдата. Где нуарное отыгрывание сегодня должно быть? Я уже играл за частного детектива. Да ты играл, я не играл, когда ты играл. Где сегодня будет этот город боится меня там? Окей. Убирая солдата. Возношу все в абсолют. У меня был бы красный меч, на самом деле. Только ситхи возводят все в абсолют. Григорий, у меня был бы красный меч, на самом деле. Ну есть такое кольцо, выкручиваясь. А он что, у тебя не красный? Ну... Да красный он же холостяк. Розовый. Почему он кармачит 34 карты? Почему у него больше силы? Это всегда так. Потому что это карта. Маскируется просто. Все, достаточно тебя, Раумент? Или нужно еще? А, ну, миллионер, миллионер с целой такой, с 34-мя картами. А ты что за миллионер играешь? Нет, я бутлегер. Ну, тоже неплохо. Ну, будущий миллионер. О, господи, официант. Я надеюсь. Привет, я официант. Привет. Это, знаете, сегодня собрались сыщики. Шаманка, бутлегер. Часный детектив. Официантка. И двор. Два пива, пожалуйста. Да, вообще. Да, два пива. И корюшки вяленый. Ну, и сейчас я дам небольшую водную, как бы, на сценарий, на все происходящее. Пятница, 18 сентября. 1925 года. Город Аркхен. Штат Массачусетс. Несмотря на появление первых признаков осени, на улице аномально жарко. Тихая, безмолвная злоба охватила город. Люди вокруг стали чересчур агрессивными. За последнюю неделю произошло сразу несколько жестоких драк между горожанами и со всякой мелочью. Кроме того, недавно мне позвонил человек по имени Джеймс Хэнкерсон и сообщил найденном им неопознанном теле в своем сарае. Не думаю, что причину всего этого стоит искать в погодной аномалии. Что-то не так с этим городом. Во время ритуала мне было видение. Небольшая группа сыщиков вскоре также заметит происходящее и предпримет попытку все исправить. Я буду внимательно наблюдать за ними. Часть первая. Сальдоточие. Вы с напарниками расследуете странные события, произошедшие в вашем родном городе Аркхен. За последние несколько недель участили в случае исчезновения местных жителей. Недавно в лесу были обнаружены их наполовину съеденные тела. В газетах писали, что с точки зрения полиции предположительные причины смерти стали увечья, полученные в результате нападения диких животных. Но вы уверены, что здесь что-то не так. Вы собираетесь в доме Акачи, чтобы обсудить эти загадочные происшествия. Мы пришли к шаманке. Да, мы вот можем все карточки добавляем на самую первую локацию нашего приключения. Ну и теперь, я думаю, можно представить, кто же у нас собрался этим жарким осенним днем в доме шаманки. Ну, кто хочет начать? Давайте я начну. Джо Даймонд, частный сыщик. Бать твою. Я первоклассный сыщик, хорошо известный тем, что берусь за дела, покрытые налетом мистики. Я не из тех людей, с кем можно шутить, и к каждому делу я подхожу с особым тщанием и хладнокровием. Среди моих клиентов числятся как люди с большим достатком, так и все, в чьих карманах гуляет ветер. Для меня нет слишком больших или слишком маленьких, слишком странных или слишком опасных дел. И за время своей практики я пришел к выводу, все начинает идти наперекосяк как раз в тот момент, когда правда вылазит наружу. И это, черт подери, мне по душе. Мать твою. Мать твою. Мать твою жизнь. Лео Андерсон. Лидер экспедиции. Всю свою жизнь я просветил попыткам заработаться в самые смертельные сокрытия уголки земного шара. Попотик своей цели я потерял много хороших людей, и теперь меня мучает вопрос. Стоили ли научные изыскания утраченных жизней? Последняя экспедиция, в которой я принимал участие, злополучное путешествие к островам Нанд-Мадолла в поисках армонаха Алласопа, закончилась полнейшей катастрофой. Мичи единственные из моих людей, кому удалось выжить. Что ж, возможно, эта судьба хранит тех, кого мне доверяет. На сей раз я узнаю, что эта экспедиция не совсем научная по своей природе. Но я не отступлюсь, пока работа не будет доведена до конца. Агнес Бейкер, официантка. Кто-нибудь хочет сэндвич? На этом можно закончить. Агнес Бейкер кажется обычной официанткой, однако в своей предыдущей жизни, во времена неизвестных никому в современном мире, она была могущественной ведьмой. Вот это поворотность, когда она отыскала на чердаке среди принадлежавшей ее семье пыльного хлама артефакт по форме, напоминающий, догадайтесь что, ключ. Да, правильно, ключ. Когда она прикоснулась к нему, воспоминания бурным потоком хлынули в ее сознание вместе с одним четким словом. Гиперборея. Чем больше она погружалась в видения, ее воспоминания о прошлой жизни, тем сильнее она становилась и тем больше боялась. Гейммастер, нанеси ей один урон, а она не отыгрывает персонажа как себя. Как мне надо будет читать. Таким вот голосом. Да, таким вот голосом. А что такое дело? Финн Эдвардс, бутлегер. Сухой закон, пожалуй, лучшее событие в моей жизни. Пока алкоголь не запретили, я мотался с места на место, перебиваясь случайными заработками. Но потом дела резко пошли в гору. Спрос на спиртное взлетел до небес и обеспечил себе комфортную жизнь. Доставляя людям то, чего они хотели, в обход закона. Новый образ жизни как нельзя лучше сочетался с моим характером. Тут были и вкус опасности, и горы денег, и невероятное самоудовлетворение. Самоудовлетворялся. Да, я ни разу не поймал, я никогда не подводил своих клиентов. Но на этот раз я вляпался в какое-то странное дело, попахивающее паранормальными вещами. Ну что ж, даже в этом случае я буду твердо придерживаться своих принципов. Доставлять товар вовремя и не попадаться. Кармыч доставляет и самоудовлетворяется. Персонаж максимально близок к оригиналу. Значит, Акачи О'Нелли, шаманка. С самого детства в Нигерии Акачи привыкла к одиночеству. Большинство жителей деревни считали ее странно. Она всегда ходила одна, избегала общества других детей. Часто разговаривала с пустотой, словно обращаясь к незримому собеседнику. Однако местный шаман стал первым, кто выиграл ее потенциалом. Он верил, что Акачи была избрана духами за величие. Он учил ее извлекать пользу из общения с ними. Благодаря обретенным навыкам Акачи стала мудрым молодым лидером, уважаемым не только в своей деревне, но и в других общинах, которым она помогала. Теперь она хочет исполнить свое предназначение, используя свои знания для противодействия своему естественному другу. Вот смотрите, у нас, значит, есть две карты. Это главы и акты. Главы, они символизируют именно замыслы темных сил. Когда они вот отлетают, происходит что-то плохое. А акты – это именно сюжет, по которому нам надо продвигаться. Чем быстрее мы это сделаем, тем до того, как закончится вот эта колода глав, тем будет лучше. Ну иначе жесть будет просто увеличиваться. Чтобы двигаться под сюжетом, нам нужно? Собирать улики. Количество вот улик, чтобы закрыть главу, указано в левом нижнем углу. Там вот два и сыщик нарисован. Это два умножить на количество сыщиков. У нас четыре, значит, нам восемь улик надо выложить на эту карту. А, ну у нас пять, значит, десять. Значит, нам нужно на эту карту положить десять улик. Улики, ну, мы будем находить в ходе исследования локаций. Да. Вот тоже сейчас я зачитаю, что сейчас творится как раз вокруг нас. Давай. Поздняя ночь. Вы сидите в своем кабинете, изучая материалы о таинственных исчезновениях, которые происходят в последнее время в этом районе города. Через какое-то время вы слышите странное бормотание, доносящееся из гостиной. В то же время вы слышите в шпорах внизу, будто нечто пытается прорыться сквозь пол. Рота, занять круговую оборону. Вы собираетесь выйти из кабинета, как вдруг дверь исчезает прямо перед вами, оставляя на своем месте лишь стену. Вы оказываете заперто в своем кабинете и должны найти другой способ выбраться. То есть мы в пятером сейчас в комнате. Вы изучаете материалы о загадочных событиях, произошедших в Архаме несколько дней назад. Во что завален газетными вырезками, полицейскими отчетами и показаниями свидетелей? Слышно мне было сейчас или нет? Да. Полицейские отчеты и показаниями свидетелей. Ну короче, я не изучил. Смотрите, вверху карты налишован замок. Это значит, что локация закрыта. То есть мы не знаем, что надо. Как только сыщики сходят в локацию, она открывается. Вот видите, у нас появилось событие. Дверь исчезла. И теперь нам нужно положить на эту карту 2, тоже умноженное на количество сыщиков у них. То есть 10. Ох, нихуя себе! Мы можем, от него, ходя из кабинета, выполнить задание. Или умереть там, как вариант. Итак, в нашей комнате, где мы все по случайным течениям обстоятельств собрались, 10 ули... Вдруг исчезла дверь. И исчезла дверь. Мы отсюда не можем выйти. Но у нас есть 10 улик. То есть нам теперь надо понять, что делать, чтобы выйти отсюда. В общем, игра протекает в несколько раундов. Первый раунд это раунд мифа, но поскольку это первый раунд игры, он пропускается. Вот сейчас у нас раунд расследования. Во время расследования сыщики совершают различные действия. Всего вы можете за ход сделать 3 различных действия. Но если, скажем, в древнем ужасе их нельзя будет дублировать, здесь можно это делать. То есть вы можете хоть 3 раза взять карту, 3 раза исследовать, 3 раза сражаться с монстрами. Так, доступное действие это исследовать, взять карту, сразиться и убежать. От монстра, если он тут есть в локации. Убежать из комнаты без двери. Я пытаюсь исследовать локацию и выкладываю карту. Да. Значит, мой спил. То есть еще как-то призадумывался, я решил дедуктивным методом проанализировать положение вещей в комнате. Я знания использую или разум? Ты используешь интеллект. Книжки. Книжки 4. Ну и плюс еще эти, эта карта дает еще плюс одну книжку, 5. 5 книжек я использую против карты 2. Почему дает? Потому что вот лектограммы, видите, указаны на карте. Да, у меня слева книжка. Это вот эти маленькие рисунки, которые спрошел. Ну вот, под навыком. Да, да. Покров карты 2, я выбрасываю 5 автоматом. И я, соответственно... Нет, ты жетон тянешь. А, я еще тяну жетон. Да, ты тянешь жетон. И это череп. И это что у нас? Минус х, где количество противопорий нету, поэтому 0. Да, это 0. Порий у нас в локации нет, поэтому я выбрасываю 5 против 2 карты. И вытягиваю, мало того что улику себе, так я еще нахожу одну дополнительную улику в этой локации. Ну, то есть берешь две улики сразу. И перебрасываю две улики. Мозг. Ну, то есть он покопался, покопался, нашел всякие там какие-нибудь записочки, документы в этой комнате. Третьим ходом я играю... События я играю в любой момент. Ну, события, да, там, может, или иные события. Я нахожу тайник в этой комнате и получаю три ресурса. Да, шаман изделяется, ничего себе. Я не знал, что в этой комнате какие-то тайники. Что-то мне не сказал тот чувак, который раздавал комнату об этом. Так, ну, как-то очень так зябко здесь стало, так что я хочу надеть пальто. Броня! Пальто! Это, ну, это актив, сюда на ручку кладешь. Зачем? Это какой актив? Это, ну, это... А, это пальто, ну, да. Я ее все пытаюсь сюда положить. Нет, мне, шаманка такая подходит. Нет, это мое пальто. Отдай, отдай его, отдай. Это мое, нет, я денешь. Тыкать больно, меня постпом пытается раздеть. Опять он, блин, на лице вы не таетесь у нас. Что-то заклинание больше у нас? Я просто его взял в руку. А, ну, ты должен сейчас-то не ресурсы заплатить за него. Да, я заплачу, почему бы нет? Ну, ты уже заплатил. Эта шаманка у тебя вычла за пальто. Не разденуто хоть это, да деньги заберет. Ну, деньги, деньги давай. Вот так, еще одно действие. И вооружусь этим. Я бы лучше, что-то религию искал бы. Бесполезно, слишком маленький показатель, так что вы ищите, а я буду вооруженный, в тепле. Очень опасен. Да. И без денег. Короче, когда Ктулху проснется, его будет видеть Артем. Так, и, соответственно, у него два ресурса остается. То есть, кто-кто? Конь-пальто. С ножом такой выходит, и он Ктулху переступает в верхушке сосен и наступает на него. И не пробивает пальто. Нет, пробивает. Вы все завидуете, потому что у вас пальто нет, поняли, да? Это я почему злой был? У меня пальто не было. У меня пальто не было, да. Так, сыщик нервничает, кто-то в комнате, кроме него, достал нож. Побольше твоего, я скажу. Ну, по крайней мере, с моей первой шести вот так. Разве это нож? Вот это нож. Из-под пальта свежет свеженький такой. Ребят, ребят, может, мы все-таки находимся в комнате без дверей, может, я начну тебя все-таки что-то искать? Нет, перестаньте показывать. Никто не может так сюда выброс. Показывает сторону шаманка, показывает сторону двери. Ты же уже нашел, Артем, ты две улики положил сюда. Ну, это исследование локации, то, что ты объяснял. Две улики положил я. Нет, я предпочту одеться, достать нож и ставить фантазию. Так, ну что, официантка отходила, давай быстрее играть. Так, первым ходом я достаю выкидной нож. Фанаты на женщину. Разве это нож? Вот это нож. Ресурс потратил. Один потратил. Самый мелкий вообще, который можно было представить. Так, а у меня зато он незаконный. Не то, что ваша легальная жизнь. Ну, видишь, какая у него эта локация. Незаконный. Так. Сыщиков стоим и ржем просто на том. Да, с законными ножами. Вот это, вот это что за карта? Что ее, как ее играть? Кто это? Так, это что? О, а ты ее сразу взял? Ну, только что достал из колоды. Все, ты ее сразу же играешь. Это твоя слабость. То есть слабости играются автоматы. С нахрен я спросил, Белль. Смотри, это детектив, жертва, только владелец. То есть это вот карта. Да, он нападает только на себя. Она переходит в твою зону угрозы, так называемую. То есть ты считаешь... То есть мы такие в комнате стоим. Тут опа. И неоткуда выскакивает. Упрямый детектив появляется из шкафа. И говорит, опа, бутлегер. Я как раз тебя искал. Сань, даже не так, смотри. Мы просто стоим все в комнате, но там что-то пытаемся выбраться. И Кармаш такой, блядь, блядь, слушайте, они пришли за мной. Они пришли за мной. Кто, кто? Мы его видим. Я вижу его. Это упрямый детектив. Черт, нет. Попсихует, короче, и на него набрасывается реально. Упрямый детектив, а мы его не видим. Короче, это твой теперь. Преследователь лично твой. А мы его видим? Нет. Нет, видите, все его видят. А, все видят. Но он будет атаковать. Но он будет атаковать только Кармача. А я вам хочу сейчас карту передать. А за счет действия? Какую? Я не снялся. Ты его можешь увидеть. Свети в него фонарем. Ты же сказал, что можно. Карты из руки передавать. А, так смотри. Это фазу действия приправил. А, ну смотри, у тебя есть. Вот видишь молния? Это свободное действие. То есть сейчас как раз окно, когда ты можешь его сыграть. Офигеть. А у него нет еще этого союзника. Я патрульного полицейского. Ну, пока не заряжен. Нет, ты, видишь, сбросьте. Ты сбрасываешь патрульного офицера и наносишь одно повреждение частному детексу. Он тебя еще не везет. Так и что? Это обилка карты. Видишь, молния нарисована. Это значит, ну, свободное действие, но играется в определенные окна. Вот сейчас такое окно. Кармыч, слоняясь по комнате, открывает шкаф оттуда, поскоряки высказывают. Алло, полиция. Я тебя поебал. А следом за этим шкафом вываливаются полицейские. Какие-то стройные офицеры. Господи, что происходит? И стреляет в частного детексива. Что происходит с упрямым детексивом? Он уходит сброс. Он убежал. Это у нас в горности полицейский и труп. Убийство! Убийство! Шаманка такая стыд, что происходит. В общем, вам у нас какие-то алюзии. Ох, как все разрешилось хорошо. Не, ну это просто проще на самом деле. Так, ну и сейчас самое любимое. Так, все взяли себе карту, ресурс? Да, я взял. Ну, сейчас самая любимая фаза у всех. Фаза мифа. Каждый игрок будет вот из этой колоды, до колода опасности, тянуть себе по карте. В этой комнате может произойти что угодно, пацаны. И тут, короче, откуда-то из-под пола раздается писк и ламывается стая крыс. Спенсер, отыгрывай официанта. Возле ног шаманки. Ебать, сука, убейте. Неплохо, неплохо. Где-то с люстры такие крикеры завязываются. Знать, ну, ребят. Где полицейский-то? Тихо. Пальто, размахивая ножом, залазит на люстру, да, и визжит. Так, вытянул, молодец. Следующий. Я. Ну, я. А, мы с ними сейчас ничего не делаем, просто вытягиваем. Ну, я, собственно, ничего пока сделать не могу. В смысле ничего не делаем? Убейте ее нахер, вы чего не издеваете? Опас. Я застыл от страха, ловлю ужас. Увидел крыс. Ты видишь, крысы за что-то. Это моя зона угрозы. Обосрался. То есть, какие-то пидорасы с дробовиками ламываются в комнату, угрожают мне. А какие пидорасы с дробовиками крысы, я не знаю. Ну, он-то их видит с дробовиками. Крыса с дробовиками. Я такой, а, блядь, их пацанка верментает. Шаманка такая, крысы. Я сейчас слегка подливнул. Солдат же ты там, да, солдат? И кто? Частный детектив. Он полуэнтектив. Они с дробовиками. Да, циклон. Так, что там дальше? Я хожу. Да. Сейчас, друзья, нахожусь. Вот отсюда, что мы считаем? Сюда, а то положу себя. Это мой рок на следующий ход. Голодный упор. Велис. Найменьший. Грязь. Так, наименьший показатель здоровья. У кого у нас хп меньше всего? А, у меня... Шу-8. Шу-8. У Кармача 7. У официантки... У него шесть. У тебя шесть. Ну, так у Кармача 7. У воин, ну, короче, либо на меня, либо на меня, либо на официантку. Ну, пусть это будет на официантку. А за даймок. С барского плеча, так сказать, в отметку за пальцем. Я понял, я понял. Сгинерь, дайся, бросьте. Гейммастер уже определился. Крыс, крыс, убейте. Мне похер на него. Кидайте. Так. Два, да? Хопа. Три, да? Ну, это будет, что она ворачивается. Что, я тяну тогда? Да. Кто там следующий тянет? О, да. Согнущиеся в ручонке. К ней вообще в ручонке. Что происходит? Четыре в полу. А, проверку надо похвадать. Да, проверка ловкость. У тебя, три? Да, прям сейчас. Три тянет. У нас в ручонке. Ну, одно единственное повреждение получаю. Да, ты получаешь повреждение. Ну, что, Кармыч, тяни. Постоянно в карточку смотри, сколько у тебя хп, а это минусанул, и все. Еще, Кармыч. Да чтоб вас выпустить у нее из этой комнаты. Я начну стрелять из ножа. Клади. Так, ну все, миф завершился. Да, теперь фаза расследования. Давай. Это начинается. Так, у нас в комнате труп детектива, патрульный полиции. Двердый крыс и какой тупый. Давайте расследованием займемся. Мне интересно, откуда они взялись. Так что да, это стоит расследовать. Я трачу пять ресурсов. Играю вот это. Взрывай ничего. Каждому сыщику, каждому противнику. Ты серьезно, что ли, в этой комнате два на два можешь кидать динамит? Я просто подрываю динамит и начинаю считать. Дарк Энджел в сессии. Ты снял с меня пальто, ты представляешь хоть что-то надел? Давайте считать противников. Вот это. Ну, все противники убиты, но и все получают патрульный полиции. Потрясающе. Что там, пальто хоть осталось? Нет, вот именно. То есть, детектив дико хохоча просто достает из кармана шашку с динамитом и кидает в комнату. Взрывом уносит всех противников, коцвет осколками сыщиков, срывает с официантки ее пальто. Нас сейчас фазорасследование. А что ты так быстро-то фазорасследование отыграл? Ты чего улики не искал? А как я бы поискал улики, если я... Во время взрыва динамита он должен... Вторым ходом я вызываю офицера. Офицер, ну что ты... Взорвало? А как у тебя ресурсы не везешь, Сэм? Четыре, блядь. Ну да, ты не можешь его собирать. Ты на динамит потрачил. Он не пришел. Ну ладно, тогда я пытаюсь найти... Пожарных зови, блядь. Сейчас гори в этой комнате, идиот. Я в кратере ищу улики.